На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, первое сентября, конечно, время как бы напрячь извилины для многих учащихся, тех, кто продолжает обучение в школах, в студентах. Мы, кстати, тоже поздравляем с началом учебного года, я надеюсь, очного, а у кого-то, может быть, и заочного обучения. Учителей, учителей и директоров мы поздравляем. Обязательно, заучей. Выдержки и долготерпения желаем всем. Ну и, конечно, хотели бы поговорить о том, каким образом нам вот эти самые извилины можно развивать, напрягать и тренировать. Самое главное, ведь многие говорят о том, что человек использует мозг, там, какие-то там называются смешные проценты, якобы чуть ли не на 10% возможности мозга, там кто-то чуть побольше, но то, что мы не используем мозг на полную катушку. Да, про продуктивность с точки зрения мозга в день знаний 1 сентября мы решили поговорить с Андреем Козловым, исследователем работы мозга и лектором школы бизнеса Туриба. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, вас, как преподавателя, тоже поздравляем с 1 сентября. Итак, что касается эффективности работы мозга, от чего она зависит, как мозг можно тренировать, возможно ли это вообще, как мышцы, например? Понятно. Ну, насчёт 10% сначала скажу, что не 10% мы используем весь мозг, который у нас есть. Вопрос только, сколько там активно нейроны бегают туда-обратно, это самое важное, потому что, как сказать, не носим мы 90% мозга собой, чтобы просто оптимистически когда-то его использовать. Нет, увы, используем все. Вопрос, насколько активно, сколько у нас быстро бегают эти нейроны конкретно и структуры. Ну, как сделать себя чуть-чуть более-менее, скажем так, продуктивным? Первым делом, конечно, сегодня смотрим на то, что, используя много всяких помощных средств, как мобильные телефоны, компьютеры, первым делом надо понять, что, когда вы используете эти техники, ваш мозг работает только на 15% своего капацитета, и это очень плохо. Для молодых людей и детей, если они регулярно будут сидеть в этих компьютерах и системах, ну, они не будут резерваться. Люди постарше, они, которые уже после 25, они могут использовать эти техники, но со временем, конечно, будем чувствовать, что мы устаем. Ну, чтобы мозг хорошо работал, первое дело, конечно, надо высыпаться и его кормить. Кормить двумя вещами — водой, протеином. Это очень важные вещи, которые нам надо. Углероды, конечно, вот эти все процессы, которые сладости, они не дают мозгу способность развиваться, а протеины вода даёт. И следующее, конечно, — работа с собой. И что значит работа с собой? Первым делом надо понимать, где мы устаём, где мы уходим от фокуса и где мы попадаем. Почему мы уходим, например, почему у нас вещи, которые не нравятся, и не делаем, и не работаем. Потому что, возможно, у нас это не нравится. Здесь очень важно с собой работать и понимать, что у нас не получается, и пытаться понять, почему не получается, и работать уже эффективнее. Очень легко сказать, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, это работа, которая спрашивает очень большого внимания конкретно твоей персоны. Да, вот это очень важно. Где мы устаём, почему мы это делаем, но почему нам это не нравится? Вот это будет первый пункт сразу, почему включается прокрастинация где-то. А продуктивность мозга, она всегда будет и была связана с двумя вещами. Если вы не только занимаетесь своей профессиональной деятельностью, но и занимаетесь вещами, которые вам нравятся. Например, заметьте, может, в советское время, когда тракторщик, который работал на поле, они хотят вечером почитать газету. А те, которые каждый день читают газеты и так далее, хотят чуть-чуть поработать физически. Ну вот это очень хорошо, вот этот раздел двух направлений, где мы используем свой мозг. Так что, если сидите на работе, и есть потом время посидеть где-то и использовать возможность отдохнуть. До этого всего делать то, что вы каждый день не делаете. Но тогда использовать возможность по лесу побродить, если есть возможность, газету почитать. Но вот возможности мозга, если мы говорим, скажем, о памяти, ну вот возьмём просто такой аспект, как память. Очень многие жалуются, что у них плохая память на числа, цифры, даты. Ну, то, что касается, например, истории, там зазубривают. Или кто-то, например, не может заучить стихотворение, которое ему мешает. Вот здесь вот можно ли развивать эти способности мозга запоминать? Потому что ведь говорят, что, по-моему, Юлий Цезарь знал в лицо каждого солдата всех этих легионов римских, которыми он командовал. Причём знал именно, помнил по имени, мог обратиться по имени к солдату. И всех поражало, что тысячи людей, и он каждого помнит по имени. Один раз с ним поздоровавшись. Первым делом, если не получается сохранить процессы, например, как цифиры и так далее, вот как я всегда смеюсь, цифры, они очень интересные. Включайте ассоциации, включайте эмоции, чтобы очень хорошо работали. Память нужна эмоция. Если нет эмоций, у вас, может, не будет сохранять этот процесс. И память не будет работать. И здесь очень важны то, что если у вас всё время раздражение или усталость, и не нравится жизнь, где вы живёте, у вас эти параллельные эмоции не будут позволять развиваться мозгу и вашему конкретному, и памяти. Так что эмоции — это ваш инструмент, и чистые эмоции. И Юлий Цезарь очень хорошо руководила своими и другими эмоциями. Так что вот эта память отличная от того, что у нас есть эмоции. Сравнивая с другими, например, животными в этом мире, мы вспоминаем вещи хуже, бывает, чем даже макаки, если мы не используем свои эмоции. Как вот интересно. А говоря о цифрах, ведь мы сейчас все живём в мире, где требуется огромнейшее знание, нужно запоминать огромное количество цифр, ну, пин-коды, например. Вот чтобы зайти, у нас нужно ввести цифры, чтобы зайти на радио, чтобы снять деньги с карточки, чтобы... Да, мы будем зайти тоже. Да, и вот как эти цифры, например, запоминать, чтобы не перепутать? Вот у человека может развиваться... У меня, например, часто развивается паранойя, я боюсь забыть просто. А всё время говорят, нельзя записывать, потому что это иначе вот вы потеряете, кто-то получит доступ к вашим персональным данным и так далее. Ну, здесь, правда, уже люди, которые совсем, совсем уже, как сказать, выросли из-за этого, ну, которые 70 и 80 лет, они всегда пытаются эти цифры вспомнить, правда, используя какие-то данные из своей жизни. Ну, для, как сказать, ну, такого процесса очень лёгкие данные это не очень хорошо используют. Ну, вы, конечно, можете вспоминать вот конкретно эти цифры, которые связаны с каким-то эмоциональным процессом где-то в жизни. Например, женился с женой, там, 1900, тогда-тогда. Или, например, дата, когда, например, внук родился. Да, вот эти важные цифры, которые у вашей жизни есть, можете использовать. Даже можете использовать такие данные даже, которые знать будете только вы. Но где ваши эмоции? И это вы будете помнить. Ну, хоть и книгу, которую вы сегодня читаете, где, например, что-то заметили, что-то очень важное для вашей жизни, и вы можете писать. Хоть цифиру, когда родился Цезарь, да? Напишите, как в пин-коде используется. Потому что здесь, правда, надо использовать эмоции. Сегодня, когда очень много данных, эмоция — это единственная механика, которая помогает сохранять. Работа не только Туриба и Рига Брейн, и с развитием мозга, и аутистский спектр, например, дети с аутизмом, они используют эту эмоциональную связь, чтобы вспоминать даже 12-14 цифр подряд. У них просто способность эти эмоции сохранять в цифрах. Ну и здесь у нас, с другой стороны, надо учиться. Эмоции, как своя, есть ключ к хорошей памяти. Общаясь, может быть, с людьми, учёными из своего круга, как вы думаете, чем отличается, скажем, склад мозга учёного от обычного человека? Каким образом рождаются Эйнштейны, такие вот люди с гениальным складом характера, которые могут ставить мысленные эксперименты, которые могут двигать науку вперёд? Ну, по статистике, более-менее, те люди, которые развиты, конкретно, кажется, где-то гениальности, они антисоциальны, да. Они не используют мозг. Например, если смотря, вот вы говорили, что 10% мы используем мозг, что и неправда. Но, увы, 10% является логический наш ум. Остальные проценты, 40% идёт когнитивный механизм, когда друг друга мы знаем, лицо знаем и понимаем друг друга. И потом идут остальные, которые контролируют гормоны и организм. И эта гениальность появляется тогда, когда уменьшается когнитивный процесс. Если посмотреть на фотографию Эйнштейна, где он показывает язык, и у него это, как сказать, по-русски шевелюра огромная, мы видим, что он по своей механике, он социальный человек. И это есть одна часть гениальности. У вас остаётся больше процента мозга, который не уходит на когнитивный процесс, а уходит на другие процессы. Это очень опасно, конечно, но гениальность между сумасшествием, она очень-очень близка. Ещё один вопрос тоже на грани. И многие говорили о том, что подстёгивали свой ум, возьмём Шерлока Холмса, веществами, которые сейчас, в общем, являются запрещёнными. Известно, что там Шерлок Холмс, ну, вот как Конан Дойль заявлял, что вот, ну, писал, естественно, понятно, что это Конан Дойль, что вот он развивает возможности своего мозга вот именно при помощи опиума. Он скучал, поэтому... Нет, Шерлок был морфинист. На вторую страницу он открывает на СССР, скручивает шприц и, в общем-то, вгоняет. Так сказать, извините. Вот это развивает... Ну, вот действительно ли это расширяет какие-то возможности, ни в коем случае не призывая к этому и не одобряя таких экспериментов? Ну, первым делом, чтобы понять, и надеюсь, что многие молодые люди нас сегодня слушают, что примерно небольшая часть алкоголя, который используете, вы этот день, ну, долго не будете помнить. Да, это вы будете быстро забивать, потому что одна рюмка алкоголя, она останавливает все связи нейроны на этот день. Это значит, вы не будете умнеть, если вы используете алкоголь в этом дне. Остальные процессы, которые опиум и так далее, они останавливают контрольные механизмы. Но сегодня мы знаем намного техники, которые мы можем использовать, чтобы освободить эти контрольные механизмы. Потому что бывало в своё время из-за социума, из-за поведенческих наших привычек нам надо освободиться. Но это единственное, которое помогает. Но я правда считаю, что сегодня столько механик, которые мы можем использовать, чтобы освободиться, я думаю, что и наркотики, и алкоголь совсем не нужны для хорошего, гениального мозга. По последним временем, это последние пять лет, которые, например, достижения идут, гениальности, люди практически алкоголь никогда не используют. Они не используют ни алкоголь, ни кокаин и так далее. Они пытаются работать с тем ресурсом, который есть. И это доказывает то, что, правда, ум, ему не нужны субсидии. Уму нужна просто возможность развиваться. И что это за техники? Например, медитация, что ещё? Да, первое, да, конечно, медитации. Медитации, если не все мы будем уметь медитировать, потому что если тебе, родители, медитация не занималась, твой мозг уже где-то не так готов к этому. Ну, дыхательные пути, например, это раз, дыхание, система дыхания, продукты, которые мы пытаемся, да, регулярность. И, например, тоже хоть и закаляние, да, и холодные души и так далее. Вот эти все процессы, которые включают, не только, ну, вот эти нейроадреналины, да, процессы, которые включаются, они очень важны для нас. И здесь, и правда, отключение и включение вот этого процесса. Так что у нас настолько хорошие инструменты в нашем, да, и у нас и здесь есть очень свободный подход к морю и так далее. и релаксации, и у нас практически все есть. Отлично. А что касается медитации и правильного дыхания, это, может быть, посложнее. Закаливание только, что мы упомянули, тоже ясно. Что касается еды, какие самые полезные, возможно, продукты для эффективности работы мозга? Ну, здесь, наверное, надо сказать, что те, которые вегетарианцы и так далее, извините мне, но здесь, в Прибалтике, да, выжать вегетарианцу практически физически невозможно. Да. И на самый хороший продукт, конечно, там, где и рыба, это первым делом, конечно, красное мясо, да, дальше протеин, который, молочные протеины у нас, и этот, мы уже к нему привыкли, есть и есть хорошие, конечно. Дальше идёт возможность продукта, где повыше железо, но уже начинается у нас зимний сезон, этого уже не получим. Так что у нас сейчас и рыба, и красное мясо, да, красное мясо, не белое, а красное мясо. Вот эти процессы, правда, дают мозгу хорошо развиваться. Напомню, мы беседуем с Андреем Козловым, исследователем работы мозга, лектором школы бизнеса Туриба. было на днях исследования, ну, точнее, появились его результаты, что в течение последнего года, ну, понятно, на волне ковида, ментальное здоровье жителей Латвии ухудшилось у 41%, то есть ковид каким-то образом сказывается на ментальном здоровье, то есть на работе мозга. А чем вы могли бы объяснить эти процессы? Как именно это происходит? Здесь, я думаю, что очень элементарное разделение. Первое дело, у мозга есть три состояния. Один состояние, который мы фокусируемся сильно, например, когда компьютер используем и так далее, там мы используем 15% своего мозга. Дальше, когда у нас когнитивный процесс включается, мы к другом, коммуникация, группа, один на один, мы используем до 35% своего мозга. И потом третье состояние, когда это нейтральное состояние, когда мы не думаем ни о чём, мы просто включаемся. Знаете, это состояние, когда не думаешь ни о чём, и кажется, что практически ничего не занимается. Это состояние даёт возможность вашему мозгу работать даже на 50% капитета. И ковид у нас просто рабочие техники, мы не используем столько когнитивных механиков, как мы используем перед этим. Мы не встречаемся с друзьями, мы не встречаемся с своими родственниками и так далее. И из-за этого у нас появляются ментальные проблемы. Потому что человек социальный, social animal, человек реально социальный, животное, и, увы, мы от этого сильно пострадали. Я думаю, и сильно пострадает новое поколение, которое сейчас, слава богу, в школу пойдёт. Вот говоря о школе, можно ли в ночь перед экзаменом втиснуть в себя учебник? Насколько это насилие над мозгом, является ли оно продуктивным и не несёт ли каких-то отрицательных затем последствий? До 25 лет вы можете использовать этот стресс, чтобы запихнуть что-то в себе мозг, но это надолго не будет там сидеть. Если очень хорошо пытаетесь объяснить себя и понять процессы, и логику включать, это тоже хорошо. Но здесь надо помнить, что эта техника после 25 уже не будет работать, вы будете от этого уставать. А здесь один день перед экзаменом практически… Знаете, самое хорошее, что не всегда пытаться надо запихнуть всё это себе в мозг. Первым делом надо просто почитать и идти спать. И это будет работать, потому что мозг, когда спите, работает в два раза быстрее. И здесь контактные механизмы работают очень ментарно. Если вы, например, идёте спать, задаёте себе задачу, которую надо завтра решить. Выключаете стрессовые механизмы, хорошо засыпаетесь, утром стоёте, у вас уже идеи пошли. Я подумаю о том завтра. И то же самое, так и мозг работает. Как с Карл Тухаром. Огромное спасибо. Мы говорим Андрею Козлову, исследователю работы мозга, лектору школы бизнеса Туриба, представителю Рига Брейн за эту консультацию о том, как повысить эффективность мозга. Особенно сегодня, 1 сентября, в начале большого учебного пути. Да и рекомендации на каждый день о том, как повысить эти все когнитивные свои способности. Конечно же, через некоторое время всё это появится в текстовой версии на нашем портале MixNews.com. Андрей, ещё раз большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Мы с Олегом уходим на паузу, после которой вернёмся с новыми гостями. Мы поговорим о социальном предпринимательстве, что это такое, в чём проявляется, почему это так важно.